эти друзья огонь под кукурузкой там огонек вот она тут дымок немножко такой порог друзья это мясо вот то что вы видите оранжевые такое ну ясно рыженька это свинина правильно свинина это свинина а вот там у нас тоже шашлык но это мясо такое баранина я думаю те из вас кто любит шашлык сразу узнают отличие могут отличить от свиньи нога прямо прямо на из костки австралийская две ноги здесь вот в этом вот этом количестве две бараньи ноги за ты что да вы видите друзья как истекают истекают жиром наши как можно сказать сардельками как они истекают жирком да я начинаю чувствовать что у нас это у нас канал добра и позитива потому что вот я смотрю на это добро и чувствую себя очень позитивно думаю что и у вас чувства такие же капает капает с него это точно жир может быть это слезы уголек то удался нет в итоге пока пока вроде живет да что это еще раз овощи да друзья вот это зрелище эти сардель очки с этой свининкой конечно подрывается основа вот это вот это эти такого отношения к кошерному это ведь все не кошерное боя а как смотрится я тебе расскажу случае у нас работал випе по маркетингу из нью-йорк такой такой бруклинский американского воспитания такой еврей классический такой и он значит рассказывает что однажды ему было лет 17 и они с отцом шли там по бруклину зашли в ресторан покушать и отец заказал свиной отбивную этот ему говорит в ужасе бит папа это же свинина а тот ему говорит да и мне этот извините знаешь что он мне сказал ведь я говорю что он титров год айлайкет да я говорю а к чему история то есть ангет а история готов к тому что учиться надо мудрости у старшего поколения так что вот друзья вот это вот если кто-то страдает по кошерной линии здесь нужен раввин фишман должна быть под наблюдением раввина фишмана и все станет кошерным а если он не пишет он будет а Рабинович уже нельзя в москве была синагога так и когда дедушка приносил мацу там на каждой бар на каждой коробке было написано так изготовлено под наблюдением мировина фишмана технологический процесс друзья которые вы наблюдаете снаружи освоен был борисом в нью-йорке пахнет немножко пригорешенный что делается с кукурузы она обмазывается обмазывается маслом сливочным она не просто так в этой фольге она сначала сливочным маслом потом фольгу и потом поджаривать будет очень долго получается вкусно то есть не варится как вот мы с вами привыкли а запекается фольге да друзья сосисочки у нас уже изготовились и теперь мы потихоньку значит переносим бараний шашлычок вот сюда эти беленькие из барашки то что по центру тот из свинюшки это друзья вы видите перчатки огнеупорные ими можно буквально переворачивать можно угли это тоже из области нанотехнологии хотя чисто внешне обычные перчатки обычные перчатки они огнеупорные в них человек совершенно безопасно может залезать в огонь доставать оттуда как называется как каштаны таскать из огня может и шашлык вы видите друзья что ножиком борис пробует мяско готовы или не готова я даже не спрашиваю готовый рейтинг а спрашиваю что за ножик такой более это выглядит как оружие спецназа так ну ой это приклад что ты вынул что это длинная ой ё-моё боже почему вещь 13 но как то вот ой-ой-ой это пилить что-нибудь слушай точно из тюрьмы там где наш там решетку пилить так и все за 13 долларов потрясающе друзья вы теперь знаете как живут американцы таким ножом можно не только мяско то проколоть ой-ой-ой-ой правда как как страшно жить тут у нас на одной кухне на одной плите в лесу тут столько хозяйка вот и вот они спорят удалось ли им посолить картошечку картошечку посолить я бы это удалось наша пахнет как вот он более хотят шипчиками такими прямо хирургическими щипчиками для ресниц это тонкая находка американских пикникеров вот увидите схватил схватил и понес вот и пахнет она не передать нет хорошо хорошо тут там еще гости едут и они никак не могут найти этот пятачок на котором мы хотя в принципе тут есть те самые есть указатели солнышко садится видите длинная тень на случай моя тем привет передаю посредством тени солнышко садится дым со всех сторон припахивает в общем жить можно друзья жить можно вот и пришел друзья черед маринованных овощей выяснилось как мариновались овощи значит их посыпали чесночком зелень их посыпали маслицем их немножко то есть оливковой то есть не то чтобы они вот именно в марин лимонный сок они не лежали в маринаде знаете как вот так подцепил из банки нет но и так эти овощи немножко присыпали присыпали и опрыскивали так получается не не парает не подгорает я так не могу определить не попробовал вот друзья картошечка а там люди сомневались она вот пожалуйста готова кукурузка уже собралась так мяско тут шашлычка с бараньей шашлычок пожалуйста осторожно горячий так возможно снимать так давай закрывай так наташа друзья это моя можете одна из самых первых студенток училась в девяносто пятом году открывай наша закрываем девяносто пятом году училась и вот можно сказать и все работала и работала и работала много лет тестером то есть можно жить в общем тестировали выкин я сейчас про вас скажу вы были инженером электриком до раньше я помню резюме ваш когда делал в девяносто шестом году или там шестом уже вот вы были и наташа тоже еще интересный пример того что потихонечку потихонечку чего не умеешь сегодня делать завтра научаешься вот у нее первая работа нелегко далась там было много интервью вторая работа тоже было много но уже меньше я помню эту историю а третья работа уж там совсем ничего не осталось начала вылетать как это уже можно как из ружья как из ружья очень такой это неуверенный в себе человек но шла после урок до нормально нормально чувствует из урокла пошла вы видите друзья светлана с наташей беседует значит дело в том что наташа была на практике в компании макофе где антивирусы делали а света как раз тогда работала в макофе и она договорилась об интерншипе для наших студентов вот они там с тех пор знакомы с девяносто там пятого года давно не виделись миша закусывает это кукурузка друзья это нечто это кукуруза запеченная на гриле фольги вот она в таком виде находится я салфеточка обернулся горячим вкус специфический очень рекомендую вот друзья темнеет костер разгорается в безопасном таком металлическом мундире костер в мундире так я туда где-то ружу я устроен по блату этой первой работы в америке я дорожу я пишу там стихи а еще получаю зарплату а иначе зачем я вообще на работу дождь притаился за окном туман рассорился с дождем и и беспробудный вечер и беспросветный вечер о чем-то дальнем неземном о чем-то близком и родном сгорая плачут свечи казалось плакать им о чем мы в общем праведно живем но иногда под вечер но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль снимаем с клавишей вуаль и зажигаем свечи и свечи плачут за людей то тише плачут то слышней и утереть горючих слез они не успевают и очень важно для меня что не боится воля воск огня что свечи плачут за людей что свечи тают и очень важно для меня что не боится воск огня что свечи плачут за людей что свечи тают дождь притаился за окном туман рассорился с дождем и беспробудный вечер и беспросветный вечер о чем-то дальнем неземном о чем-то близком и родном сгорая плачут свечи наши свечи о чем-то дальнем неземном о чем-то близком и родном сгорая плачут свечи наши свечи здесь плещут берег волны океана здесь круглый год по летнему тепло нахальный ветер шарик по карманам как в которых нет ни цента как назло но кажется удача где-то близко и до нее вот-вот подать рукой налево сан-франциско направо сан-франциско и купол небо ярко-голубой нам платят велфер чтобы наши души не распростились с телом невзначай живи будь доволен и поклужи такое как английский изучай не слишком высоко не слишком низко мы воспарились сами над собой налево сан-франциско направо сан-франциско и купол небо ярко-голубой налево сан-франциско направо сан-франциско и купол небо ярко-голубой И все же нам не достает чего-то И чтобы залатать в хозяйстве брешь Мы ищем непрестижную работу Чтоб только не по чеку запреш Пусть в этом есть большая доля риска Но нам не привыкать играть с судьбой Налево Сан-Франциско, направо Сан-Франциско И купол небо ярко-голубой Налево Сан-Франциско, направо Сан-Франциско И купол небо ярко-голубой По воле ветра следуя куда-то За талью исчезают облака Все будет замечательно, ребята Удача нас найдет наверняка Пушистой расшалившейся киской Заигрывает с берегом и бой Налево Сан-Франциско, направо Сан-Франциско И купол небо ярко-голубой Налево Сан-Франциско, направо Сан-Франциско И купол неба ярко-голубый